Виктор Казарин и Андрей Гарани насмотрели городские территории, где на лето запланированы работы по благоустройству. Особое внимание – ремонту дорог. Андрей Михайлович, знаю, что вот на этом участке тоже планируется провести большие работы. И там в процессе проектирования возникали вопросы, найдены решения. Да, Виктор Николаевич, действительно, мы вот этот третий участок Губкина в этом году будем ремонтировать. Причем наша концепция, что все улицы должны быть, системы водоотведения мы и будем придерживаться и в текущем году. Как вы знаете, в том году мы 2,2 километра лотков смонтировали по нашему городу. Это очень большой и колоссальный объем работ. На проспекте Губкина сделают новую систему водоотведения. Причем лотки сделают так, чтобы они не переполнялись и дорогу не затапливало. Также займутся и улицы строителей. Ее ждет капитальный ремонт со всеми вытекающими. Поменяют систему водоотведения, тротуары и освещение. Отремонтируют и много проездов во дворах. Самая масштабная реконструкция проезда в 6 микрорайоне. Это инициатива Виктора Казарина. Здесь строится детский сад, а на месте третьей школы в этом году начнут строить большую новую школу на 800 мест. Поэтому хороший проезд с тротуарами, освещением, стоянками просто необходим. Огромный фронт работы у нас по ремонту электротальных проездов. Это как и в рамках благоустройства дворовых территорий. Это мы будем около 80 дворов ремонтировать именно придомовые территории. И также совместили, чтобы у нас не было пробелов, ремонты по электротальным проездам. Это составляет около 2,2 километра. Учитывая общую обстановку, она сегодня нас всех мобилизует, заставляет где-то сконцентрироваться, посмотреть внимательно на ситуацию. Мы просто не знаем, как экономика сейчас отреагирует на все эти внешние вызовы, с которыми столкнулась страна. Это однозначно отразится на нас. Но то, что намечено с осени при принятии бюджета и то, что мы сейчас, можно уверенно сказать, что с поставленными задачами город готов справиться. И одна из них – новые детские площадки. Летом в Губкинском их появится 14. В прошлом году многие игровые комплексы в городе обновили. Но есть микрорайоны, где такую работу еще предстоит выполнить. Вот сейчас мы находимся в 6 микрорайоне, возле 41-го дома. Здесь вот находится детская площадка, по которой были постоянные нарекания жителей, что она уже немножко устарела. Поэтому мы приняли решение с учетом мнения самих жителей, что в текущем году мы обязательно здесь сделаем новую, хорошую, красивую площадку. Здесь будет находиться медиаэкран, чтобы дети, особенно в зимнее время, ощущали теплоту. Будем там или какие-нибудь мультфильмы показывать, или будут просто интересные картины. Здорово, что появится возможность ребятишкам, не убегая далеко, под надзором, под контролем, в том числе своих родителей, реализовываться, развиваться, гулять, общаться. Примут и меры безопасности, специальное ограждение и резиновое покрытие. Кроме того, на всех новых детских площадках будет видеонаблюдение. Дмитрий Самойленко, Михаил Марков, Олег Короткевич. Новости Губкинского.